После обращения Пекина к руководствам некоторых стран выдать ульгуров, министр иностранных дел США Майк Помпео выступил с заявлением, в котором призвал мировое сообщество не выполнять требования Китая. Действия китайских властей в ульгурском регионе никак не связаны с борьбой против экстремизма. Напротив, это открытое уничтожение целого народа. Все страны должны отказаться от выдачи ульгуров, заявил Помпео, выступая на пресс-конференции в Нью-Йорке перед началом собрания Генеральной Ассамблеи ООН. В собрании Генеральной Ассамблеи примут участие представители и министры иностранных дел Туркмении, Узбекистана, Казахстана, Киргизии и Таджикистана. Ожидается, что правительство США обсудит данный вопрос с представителями Китая. Ранее Помпео оценил политику китайских властей в отношении ульгуров как черное пятно столетия. Во время протеста в особом административном округе Китая участники акции подожгли мусорные контейнеры. Беспорядки в Гонконге продолжаются, несмотря на то, что руководитель округа Кэрри Лэм заявила об отмене законопроекта. Демонстранты захватили торговый центр, расположенный в районе Шатин, с лозунгами «Сражайся за независимость и свободу Гонконга». После антиправительственной акции, организованной на площади Тахрир, в различных городах и регионах Египта началась волна протестов. Площадь Тахрир известна тем, что во время арабской весны в 2011 году на ней был свергнут Хусни Мубарак. Митинги против Сиси прошли в Александрии и других крупных городах, в которых по неофициальным данным было задержано 74 человек. Основной причиной демонстрации стала коррумпированность правительства Сиси. Встреча президента Турции, прибывшего в Нью-Йорк для участия в 74-м собрании Генеральной Ассамблеи ООН и сенатора США Линдси Грэхэм прошла за закрытыми дверями. «Я верю в то, что мы сможем достигнуть более тесного стратегического сотрудничества. Более того, очень важно возвращение Анкары в программу F-35 и заключение соглашения о свободной торговле», заявила Грэхэм. Армия США принесла извинения за угрозы в адрес группы граждан, намеревавшейся напасть на 51-ю зону. Ранее военные опубликовали фотографию бомбардировщика Б-2 и заявили, что это станет последним, что они увидят.